Как говорится, две большие разницы с того времени, как мы у вас в последний раз тут были. Это уже теплая батарея и чувствуется, что в квартире уже тепло. Спасибо вам огромное. Первый год у нас на Новый год можно было раздетым пройтись. В квартирах у жильцов по Малиновского 16 снова тепло. Этого они безуспешно добивались от всевозможных инстанций не один год. Напомним, ранее их дом отапливался от собственной котельной, но пять лет назад она вышла из строя и дом переподключили. Его обслуживанием занялась частная котельная ООО «Теплодом-3». Все бы ничего, но спустя два года владелец котельной Александр Рудницкий стал меньше уделять внимание качеству подачи тепла на дом. Как результат, сразу в нескольких парадных практически полностью исчезло отопление. Одесситы вынуждены были отапливаться различными электроприборами, в итоге получая завышенные счета по электроэнергии. В нашем доме существует такая проблема уже три года. Мы три года платим за тепло, которого не получаем. ЖЭК ссылается на теплосеть, теплосеть ссылается на ЖЭК. Наши жители нашей парадной бегают от одной инстанции к другой. Устав мерзнуть у себя дома, за помощью Елена Галич обратилась в Центр защиты одесситов. А заодно она пригласила сотрудников ООО «Теплодом-3» для замеров температуры воздуха в квартире. Контрольный замер показал 16, вместо положенной минимальной температуры 18 градусов. Тепловики тут же переложили с себя ответственность на ЖКС «Черемушки», сославшись на испорченную изоляцию теплотрассы. В свою очередь жильцы уверены, что проблема заключается в котельной. Именно там пытаются сэкономить на одесситах. Вот сейчас тут люди, в которых квартира сейчас холодно. И они говорят, что несколько дней назад было тепло. На той неделе были беременные батареи. Теперь распределение тепла, которое приходит от котельной, происходит вот здесь в... Теплопункт, он или не знаю, как у них это называет. А почему поразонит? Объясняю еще. Не, скажите, а вы сами понимаете, что вы говорите? Потому что вот я не понимаю, а вы сами понимаете? Руководитель Центра защиты одесситов Алексей Асауленко вместе с жителями, недовольными работой частной котельной, отправился в ЖКС «Черемушки», чтобы выяснить, кто все же таки должен обеспечить подачу тепла на дом. Представители этой котельной говорят, что тепла в доме нет по вине ЖКС. Вы не утеплили трубы и нарушены коммуникации непосредственно в доме. Мы в этом году утеплили эту трубу, и пусть вот эта котельная не рассказывает нам, что там по вине ЖКС каким-то образом нет тепла в доме. Честно говоря, я не знал, что там проблемы с отоплением. Я знаю, что проблема с установкой теплового счетчика, что вам не давали этих условий. Ну, как я вижу, надо больше грелку просто отключить и все. В течение недели коммунальщики снова обследовали коммуникации в доме и повторно обратились к руководству ООО «Теплодом-3», чтобы там обеспечили нормальную подачу тепла. Но реакции не последовало. Дабы ускорить процесс решения общедомовой проблемы, вместе с жильцами правозащитник Алексей Асауленко отправился уже в Малиновскую райадминистрацию, где пообщался с председателем Евгением Амельчуком. У людей частная котельная их обслуживает, и дом холодный стоит. Люди обращаются уже по всем инстанциям, были в ЖКС, но, к сожалению, это не совсем тот профиль и та инстанция, которая может помочь. Хотели бы, может быть, чтобы вы посодействовали и помогли разрешить эту ситуацию. Я думаю, что мы должны с вами продолжать разговор вместе с руководством этой котельной. Да? И либо здесь, либо в котельной непосредственно. Как и пообещал Евгений Амельчук, на следующий же день совместно с представителями ЖКС и жителями дома собрался в кабинете директора ООО «Теплодом-3» Александра Рудницкого. Задача одна – раз и навсегда закрыть тему недостаточного отопления дома. Люди жалуются на то, что вы не можете обеспечить теплом их дом. Вы говорите о том, что виноват ЖЭК, виноваты все, кроме вас. Сотрудник ЖКС, главный инженер, проверял, спускался в подвале, давление, подаваемую температуру, она недостаточна. Что вы можете сделать, чтобы решить этот вопрос? Мы всегда даем предписание в Малиновскую администрацию, копию даем в ЖКС. И они не реагируют, или что происходит? Да, могу по пунктам. Ну, конечно, они не могут выполнить, потому что нет средств. Вот такой пункт – провести гидропромывку системы отопления. Есть ответ Екатерины Ивановны Миховой о том, что на эту работу денег нет. Восстановить теплоизоляцию этого повода в отоплении. Стоп. На дом приходит 5,8 подача, 5,6 обратно, 0,2. Два метра перепад. Вот будет циркулировать девятиэтаж капридских параметров? Я целый год болею ангинами, простудами и всем остальным. Извините меня, сейчас температура 38. У вас все нормально. Вы, наверное, в теплоте живете. Понимаете? Я точно так же живу в этом доме, который оказывает этот категорик. Давайте я вам сдам свою одну комнату. Да, давайте не давайте. Давайте не давайте. Также Александр Рудницкий не применил напомнить жильцам дома о долгах за тепло. Одесситы настаивают, они готовы погасить свои долги. Но лишь в том случае, если в их квартирах снова появится тепло. В ходе длительной беседы все же удалось найти компромисс. Устранить проблему общими усилиями запланировали до конца 2016 года. Давайте сделаем так. Сейчас мы выйдем, посмотрим эту трубу в воздушную изоляцию. Значит, если вы считаете, что если будет полностью восстановлена 100% теплоизоляция, то вы со своей стороны сделаете все. Мы сейчас посмотрим, если это на балансе, там обнаружим, берем, так сказать, этот вопрос, регулировать. Второй технический действительно вопрос. Это с вашей стороны, это вот обеспечить этот параметр этих, этого теплоносителя, давления. Давайте сделаем, как говорят, бекиться. В течение, ну до Нового года мы должны это сделать. Результат общего собрания не заставил себя долго ждать. Уже к Новому году радиаторы в квартирах жильцов были горячими. Жители до сих пор не могут поверить случившемуся и благодарны Центру защиты Одесситов за оказанную помощь. Последние решили шансы использовать и обратить в Центр защиты Одесситов. И на мое удивление, один прекрасный день в конце декабря, вдруг у нас батареи стали горячими. Это для меня был, например, шок. Такого мы вообще годами таких радиаторов не чувствовали никогда такого тепла. Кроме слов благодарности, ничего не могут сказать. Мы признательны просто, что наконец есть у нас все такие люди, которые могут нам помочь, посодействовать и оказать такую помощь. Так быстро добиться положительного результата удалось благодаря тому, что команда Центра защиты Одесситов смогла организовать встречу всех ответственных за решение общедомовой проблемы под одной крышей. Хорошо, что тут мы вместе уже сработали, и районная администрация, кстати, нормально подключилась и вместе получилось это сделать, потому что по отдельности, вот так, по инстанциям, по одному человеку вы входили очень долго. То, что у вас много людей в доме, то, что районная администрация, то, что мы вот все вместе, получилось, и хорошо, что отреагировал хозяин этой котельной. Что он понял, что надо все-таки изменить свое отношение. Если в вашем доме по-прежнему отсутствует отопление, звоните в Центр защиты Одесситов. Только совместно мы сможем заставить чиновников работать во благо.